Международный марафон на кубок главы города начинается с традиционной разминки. Выходной Анна Васильева проводит с пользой для здоровья. Бегом увлеклась 7 лет назад. На пробежки выходит регулярно, в любое время года, при любой погоде. За прошлый год набегало больше 5000 километров. В этом году показатели планируют повышать. В этом году я за два месяца пробежала три марафона, а вот сегодня у меня трешечка и десяточка. На участие в марафоне на кубок главы города зарегистрировались более 3500 человек, как профессионалы, так и любители. Спасибо, что сегодня с нами, дорогие самарцы, гости города. Я понимаю, что не все могут быть победителями, но все могут получить удовольствие от бега, от общения друг с другом, чего я вам от души желаю. Успехов вам, радости общения, получения удовольствия от спорта и от того, чтобы сегодня здесь все на нашей замечательной Волжской набережной. Удачи! Я уверен, что сегодня вы покажете самые лучшие свои качества. Пусть всем сегодня сопутствует не только хорошая погода, но успех и удача. С праздником спорта! В программе марафона несколько дистанций. Первыми стартуют участники, самый длинный, в 42 километра. Три, два, один! Волгивали, 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 красавцы! Спортсмены бежали полумарафон в 21 километр, дистанции на 10 и 3 километра и корпоративный забег. Мне в этом году исполняется 60 лет. Я второй раз участвую в самарском марафоне. Приезжаю из города Сызрани. Атмосфера всегда изумительная. Отдельный забег на короткую дистанцию организовали и для детей. В нем принимали участие ребята до 10 лет. Самый юный пока освоил только ходьбу, но вместе со спортивными родителями уже на беговой трассе. Настоятельные тематы! Королевы спорта сегодня на штабе! В завершении забегов каждый участник получил коллекционную медаль. Спортсмены, показавшие лучшие результаты в каждой из дистанций, награждены денежными призами. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.